Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Диалог со священником». У нас в гостях настоятель флора Лавровского храма в селе Игумного Протеерей Владимир Кирпичев. Здравствуйте! Здравствуйте! С самого раннего детства нам читают сказки, сюжеты которых полные волшебства. Конечно, в мирской жизни нет стариков Хаттабыча, исполнивших любые желания, но чудеса случаются. Именно о них сегодня мы и хотим побеседовать. Скажите, пожалуйста, а что считается чудом в церковной жизни? Ну, не только в церковной жизни, но и в обычной жизни чудом считается то, что является сверхъестественным, когда нарушается обычный ход вещей. Это и является чудом. А если говорить то, что касается церкви, это проявление силы Божьей, действия Божьей в нашей жизни. Некоторые иконы считают чудотворными. Вот, например, только в Серпухове их несколько. Неупиваемая чаша, образ Божьей Матери, поможение родам. Очень у нас почитают в Серпухове святых Петра и Февронию, тем более сегодня их праздник, это День Семьи, Любви и Верности. Скажите, пожалуйста, а почему именно эти иконы принято считать чудотворными? Люди заметили, что через молитвы перед этими иконами Господь помогает в тех или иных случаях. Ну, скажем, икона «Неупимая чаша». Как обнаружили чудо, которое она совершает? Человек некий был пьяницей, остальной солдат, и допился до того, что отказали ноги. Вот тогда Господь ему неоднократно дал знак, что он должен идти в Серпухов, найти икону, которую он указал. И перед иконой молиться. Как идти человеку, проживающему в Тульской губернии, у которого отказали ноги? Представляете, каков был его путь? Какие трудности он преодолел? Сколько молитвов у вас нес ко Господу Престой Богородицы? Естественно, когда он пришел во Владычный монастырь, приполз, вернее сказать, так как ноги у него не действовали, приполз. Нашли эту икону с трудом опять же, где-то она была в запасниках. Перед ней прочитали, помолились, отслужили молебен. Человек встал и исцелился. Но не все же получают просимое и желаемое. Многие паломники едут за тысячи километров и прикладываются к святым мощам. Мы просим у Господа, у Престой Богородицы, у святых чего? Чудо. Чудо, помощи. А помощь кому приходит? Тому, кто сам прилагает усилия. Как у нас в церкви говорится, Царствие Божие нудится. То есть берется силой. Мы прилагаем усилия, и когда наших сил не хватает, просим у Господа помощи, у святых, у Престой Богородицы. И они нам помогают. Если мы сами до предела выкладываемся, чтобы получить то, что нам необходимо жизненно, то не все, что мы просим для нас на Богданство. Мы ведь часто поступаем и ведем себя, как дети. Дети не всегда понимают, что им на пользу, что необходимо им для жизни в том или ином случае. Но просят. Я хочу, говорит ребенок. И родителям приходится прилагать усилия, чтобы убедить, что это ему не нужно. Только Господь помогает нам в тех случаях, когда это действительно нам нужно. Мы ведь не знаем его промысла о нас с вами. Но молиться и верить нужно с рассуждением. А действительно, раз Господь не дает, наверное, это нам не обязательно. Или, может быть, даже вредно для нас. Как правило, большинство людей думают наоборот, что Бог меня не слышит, меня не понимает, Он от меня отвернулся. Бог не слышит. Раз не исполняет все мои желания. Вспоминается такая история. Некий человек стал тонуть посреди реки. Замолился к Агосу, Господи, помоги. Мимо проплывать бревно. Он думает, зачем мне бревно? Мне Господь поможет. Снова, Господи, помоги. Мимо проплывать пароход, бросает ему спасательный круг. Нет, мне Господь поможет. И круг не принимает. Господи, помоги. Наконец, человек на лодке проплывает рядом с ним. Протекает руку. Давай, я тебе помогу в лодку забраться. Нет, Господь мне поможет. Предстает перед Господом. И спрашивает, Господи, я же так горячо к тебе молился. Почему ты мне не помог? Ну, как же не помог? Я тебе бревно послал, за которое ты мог уцепиться и спастись. Ты его не использовал. Пароход послал, с которого бросил тебя спасательный круг. И его ты не использовал. Наконец, человека на лодке я тебе послал, который мог тебя спасти. И от него ты отказался. Как же я тебе еще могу помогать? То есть, важно принимать помощь и видеть ее. Сразу возникает следующий вопрос. Как не начать относиться к святым мощам и чудотворным иконам, как к золотым рыбкам, которые исполнят все твои желания? Например, лично я знаю несколько случаев, когда люди ехали к святой Матронушке просить квартиру, богатого, успешного мужа, денег. Насколько вообще вы считаете, это правильно? Нет, это неправильно. Мы обращаемся к святым, а святые к кому обращаются? К Богу. К Богу. Вот Господа нашего Иисуса Христа как мы еще называем? Спаситель. Спаситель. К Спасителю мы с какими вопросами должны обращаться? Через святых ли? Через Престую Богородицу? О спасении. Дает нам спасение получение богатого мужа? Нет. Это нас уводит от спасения. Может привести к гибели души. Поэтому каждому прошению к святым ли, или к Богородице, или напрямую к Господу нужно с рассуждением обращаться. Относительно того, кто просит, мне вспоминаются слова Господа, обращенный к апостолу Петру, когда он сказал апостолу, следуй за мной. Апостол же обратил внимание на Иоанна Богослова, на его действия. И говорит, сей же что? То есть этот-то что? А тебе-то что? Ты за мной иди. Не смотри по сторонам, как у других случается. Ты действуй. Ты проси. Не дает Господь то, что ты просишь. Значит, нужно, сказать, другой выход. Огонь над гробом Господнем или мироточение святых мощей это уже чудо, которое нельзя воспроизвести в лабораторных условиях. Какого рода свидетельство о чуде может предложить современному человеку церковная жизнь? Или это и есть те самые свидетельства, о которых мы говорим, что уже сама жизнь, здоровье человека, любовь в жизни человека это уже чудо? Церковная жизнь не предлагает чудес. Церковная жизнь предлагает спасение. А для этого нужен труд. Нужно быть в церкви. Чудеса – это не должны мы искать чудес в нашей жизни. Это всегда уводит от спасения. Вводит нас от того, что делает нас человеком, человеком свободным. Одна заповедь, которая включает в себя все остальные – в заповедь о любви. Господь сказал, новую заповедь даю я вам. Да любите друг друга. Вот исполнение этой заповеди – это является исполнением воли Божьей. Любить. Но не в том смысле, в каком мы любовь понимаем, но, может быть, не мы понимаем, а как понимается любовь в наше время, как мы любовь принимаем часто. Мы любим те или иные блюда, те или иные одежды, те или иные места, виды транспорта. Любим передвигаться. Кто на автомобиле, кто на мотоцикле, кто на велосипеде, кто-то пешком предпочитает. Любит. Почему любит? Потому что ему так удобно. Ему так хорошо. Он получает от этого удовольствие. Любить человека – это значит принять его со всеми его изъянами. И любовь – это прощение. Этому очень сложно научиться. Любовь – это жертва прежде всего. Это тяжело. Это жертва. Мы должны жертвовать собой. Господь, когда пришел на землю и стал человеком в полном смысле этого слова, он не явился в образе человека, как явился, скажем, Архангел Гавриил Престой Богородицы. В образе человека, в образе юноши. Он стал человеком, родился как обычный человек, младенцем. До 30 лет жил в семье, пока не стал совершеннолетним. Вышел на проповедь. Пожертвовал собой, как человек. Как человек пожертвовал. Принял смертную кресть. Крестную смерть со всеми ее мучениями. Ведь это очень страшная смерть, когда человек одновременно испытывает боль в руках и ногах, прибитых к кресту. И в то же время начинает задыхаться. Легкие наполняются жидкостью. Человек пытается то облегчить боль в руках и ногах расслабиться, отвиснуть. То подтягивается, чтобы вздохнуть полной грудью. И вот в таких конвульсиях человек умирает. Страшная. И Господь к Отцу Своему Небесному в молитву обращался. Если возможно, пусть минует меня, учись я. Но пусть будет не так, как я хочу. Любовь – это жертва. Да. Это жертва. То есть с детства мы должны наших детей, а сами всю жизнь должны учиться, жертвовать. Отказываться от того, что нам удобно. И все-таки в современном мире наука очень быстро развивается. Но ни один ученый, опять же таки, с научной точки зрения, так и не смог объяснить такой факт, как мироточение икон, святых мощей, огонь над гробом Господним. Как Вы считаете, вот Ваша точка зрения? Не нужно стараться это объяснять? Не нужно стараться по той простой причине, что мы через это объяснение пытаемся уподобиться Богу. Но не в том смысле, что стать таким же, как Он, сплошной любовью. А пытаемся объяснить физическими законами то, что Господь делает сверхъестественно. Ведь Господь не производил никаких манипуляций, когда творил мир. Как Он говорил? Да будет свет. И стал свет. Хорошо, сказал Господь. И продолжил творение. И каждый раз говорил, да будет. А потом смотрел и говорил, хорошо. Единственное исключение, когда творил человека. Впервые задумался и сказал, сотворим человека по образу нашего подобия. Вот, наверное, подобие человека Господу, ну, хотя бы в том же, в той же потребности к творчеству, и Господь творец, у человека творческая способность заложена, и потребности. Это, наверное, и является тем стимулом, который заставляет его искать вот ту самую первую точку, от которой все пошло. Скажите, пожалуйста, а много ли сейчас в нашем современном мире в 21 веке, сейчас 21 год, происходят чудес? По-вашему мнению? Много чудес. Каких? Просто мы их не замечаем. Эти чудеса постоянно в нашей жизни. Например? Начинаем подводить итог прожитого дня и обнаружим, что вот это могло случиться, но не случилось. А вот это случилось, но оно случилось не случайно, потому что так нужно было для нас. Хотя мы об этом не просили. Господь нам помогает. Он видит, что нам нужно. Помогает. Подталкивает нас зачастую. Мы не задумываясь, мы думаем, что это вот мы такие хорошие, что вот нам пришла хорошая мысль сделать то-то или то-то. Или останавливает нас. А мы думаем, что это мы своим разумом, своей силой, волей сделали хорошее дело. Нет. Мы очень слабы. И без помощи Божьей, без Его постоянного присутствия в нашей жизни мы бы просто не смогли выжить. А в Вашей жизни были реальные случаи помощи святых Матери Божией? Вот прям реальные случаи. Был у меня случай, это было как раз на Пасху лет 15 назад, может быть, больше уже не помню точно, сколько лет назад это было. Ехал на пасхальную службу, попал в аварию. Тяжелейшая авария, машина была вся помята, но все живы. Это чудо или нет? Кто-то, можно сказать, случайность. Это чудо. Матушка моя пострадала больше всех, была вся переломана, но через 50 дней на Троицу ее выписали из больницы. Это чудо? Случайность или это чудо? Это чудо. Большое. Но к этому чуду, конечно же, ему прилагали усилия. Чудо случается с тем, кто сам трудится. С человеком бездействующим чудо не случается. Еще один вопрос, который задают многие телезрители. А что такое знамение? И как понять, что это по воле Божией, а не от дьявола? Знамение, ну вот сразу ассоциация у меня со знаменем. Знамение и знамя. Когда воины идут в наступление, в атаку, где знамя? Впереди. Впереди. Оно как бы указывает направление атаки. Вдохновляет воинов. И путь указывает. И путь указывает. Но и у знамений один корень. Зна. Или знак. Знамение это знак в нашей жизни, который Господь нам дает. так же, как человек едет по дороге. Много дорожных знаков по пути встречается, которые предупреждают, предписывают или указывают нам, как мы должны ехать в том или ином случае. Да, чтобы не попасть в аварию. Что нас ждет впереди? Какой мы должны скоростной режим выдерживать? На что должны обратить внимание, когда мы движемся на дороге? Именно об этом знамение нам и говорят. А как отличить, что это от Господа знак? Мы должны задуматься в каждом конкретном случае. И все-таки анализ в нашей жизни должен присутствовать. Задуматься о том, к чему это. Принять меры предосторожности прежде всего. В современном мире также принято считать чудом и астрологию. Ведь издавна предсказывали судьбу по звездам. Многие сейчас обращаются к специалистам, которые составляют натальные карты на год. Грех ли это? Если да, то почему? Ну, здесь нужно вспомнить о чем? Что Господь создал человека со свободной волей. Значит, мы вольны распоряжаться своей судьбой. Я вам приведу опять же примеры своей жизни. Отец у меня попал в страшную катастрофу. Был весь переломан. Врачи мама горячо молилась, он выжил. Но врачи сказали 5-6 лет. Это переводить на звезды. Это звезды нам указали. 5-6 лет ему жизни. при таких страшных поражениях, которые получили руки, ноги переломаны, органы внутренние некоторые были повреждены. Он прожил после этого 47 лет. 47 лет. к чему он должен был готовиться, когда ему врачи дали всего 5-6 лет жизни. Опустить руки, сидеть и ждать, когда придет конец. Или пуститься во все тяжкие, чтобы как-то заглушить ожидания. ни того, ни другого не случилось. Он жил полноценной жизнью. Восстановился. Хотя последствия сказали очень долго. Восстановился и прожил полноценную жизнь. После этого еще двое детей. Трое детей родилось. Тогда только я был. У меня еще года не было. Ему было 30 лет всего. Он прожил 77. А если бы поверил звездам, врачам, а не молитвам, не было бы детей. Не только молиться, но и трудиться нужно. Нужно жить в связи с теми обстоятельствами, которые возникли из-за этой аварии. Жить надо учитывать. смирением принимать. Со смирением принимать. Стараться укрепить здоровье, восстановиться всеми силами. Он год ходил на костолях после этой аварии. Год ходил на костолях. Постепенно разработал ноги. Потом ездил на велосипеде всю жизнь до глубокой старости. Разработал суставы, которые были повреждены. То есть Господь создал нас со свободной волей. Все эти карты, как Вы сказали, натальные, да? Да. Все эти натальные карты, это так же, как и предупреждение на дороге. Это может случиться, а может и не случиться, если мы будем ехать внимательно. Здесь гололед, но мы по нему проедем аккуратно, и ничего не случится. Учтем, что там гололед. Здесь яма на дороге, мы снизим скорость. Поворот крутой, опять же проедем аккуратно. Заканчивается главная дорога, пропустим на перекрестке машины, идущие по другой дороге, которая дальше является главной. Уступим ему дорогу. Об этом говорят звезды. Они не дают, но точно, если мы, опять же, верим в астрологию, если мы верим в астрологию, даже если мы верим, хотя я, честно говоря, об астрологии даже и не думаю, но если мы даже верим, только так можем воспринимать. Для чего человеку дается чудо? Самое главное, нужно ли его искать специально? Чудо искать не надо. Если оно дается, оно дается для того, чтобы оказать нам помощь или указать нам, как мы должны действовать дальше. То есть нужно верить молиться, жить в любви, потому что в любви есть спасение, и тогда чудо само к тебе придет, правильно? Конечно. Некоторые православные верующие, между прочим, утверждают, что не каждому чуду далеко можно верить. Как это объяснить? Нужно думать о том, от кого исходит чудо. Само чудо дается Господом для того, чтобы нас наставить на путь истины или помочь нам в этой жизни. Нужно об этом не забывать. Важно не само чудо, не само чудо, а важно его действие на нас с вами. Мы ведь часто зациклимся на самом чуде. Ах, икона миронточит. И все стремились для чего? Удовлетворить свое любопытство. Действительно ли миронточит или нет? А если еще удалось этим миром помазаться, а как оно у нас подействует? И все-таки чудеса мнимые, чудеса настоящие. Православие и оккультизм. Как не сбиться с правильного пути? В оккультизме чудо это цель. В православии чудо это следствие. То есть достаточно просто это понимать? Достаточно это понимать, не искать чудес, я еще раз повторяю, не искать чудес. Не искать. Их и так в нашей жизни очень много. Не искать чудес. Искать спасение. А вот на этом пути, на пути спасения чудеса и случаются. Дети, будучи как-то в Свето-Тихоновском университете, выступая с концертом, и студенты, которые смотрели это выступление, спросили у матушки, говорят, а как вы детей воспитываете? И матушка сказала, любить детей нужно. И дети когда-то слышали, они сказали слова из одного из наших выступлений. Бог есть добро, Бог есть любовь, и нам от этого светло. Добра, любви и света вам, дорогие мои. А наш эфир, к сожалению, заканчивается. Напоминаем, что в гостях у нас был настоятель флоры Лаврского храма в селе Гумного протеерей Владимир Кирпичев. Если у вас есть вопросы к священнику или волнует какая-то проблема, звоните в редакцию по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Сообщение можно оставить и в социальных сетях от ТВ Серпухов. Если вы стесняетесь спросить, заходите на мою страничку ВКонтакте и оставляйте мне свои сообщения. ВКонтакте